О том, что в ближайшем будущем блюда из медуз станут нормой, однажды сказал автор одной статьи Илья Хель. Он посылался на ученых, которые считают, что однажды огромное количество людей заинтересуется заботой о природе. При составлении списка покупок они будут уделять много внимания тому, не наносят ли они своими действиями вред природе. Это все, конечно, замечательно, но откуда у ученых появились такие идеи? Почему именно медузы? Не крысы или тараканы, которых много и которых некоторые едят уже сейчас? Насколько такой сценарий является реальностью, давайте разберемся. Повышение уровня моря, закисление океана и чрезмерный вылов рыбы – это проблемы, с которыми океан сталкивается прямо сейчас. Поэтому океан полный медуз – вероятное будущее. Медуз обычно описывают как гипнотических из-за их грациозных движений, и в некоторых случаях красивой биолюминесценции. Они передвигаются, сжимаясь и расширяя свое тело, вместо того, чтобы использовать ротовые руки для движения. Щупальцы медузы не участвуют в перемещении существа с места на место. Единственное предназначение щупалец – собирать еду и жалить врагов. Как члены планктонного сообщества, медуза в основном зависит от океанских течений в своем движении. В состав медузы входит 95% воды, 5% белка и небольшое количество липидов и соли. У них нет пищеварительной системы. Скорее, еда остается в желудочно-сосудистой полости, которая поглощает питательные вещества. Отходы медузы выходят через задний проход, который также служит ее ртом. У них нет дыхательной или кровоносной системы, поэтому кислород распространяется через их эпидермис. Медузы питаются планктоном, икрой, мелкой рыбой, ракообразными и другими медузами. Некоторые существа, которые охотятся на медуз – это солнечные рыбы, морские слизни, морские черепахи и другие медузы. Медуз часто называют инопланетянами, что любопытно, потому что медузы живут на Земле намного дольше, чем люди. У них такие простые конструкции, но при этом они могут казаться величественными. Большинство глубоководных медуз используют биолюминесценцию как форму защиты, чтобы напугать врагов или привлечь помощника. Все медузы принадлежат к типу кнедария и обладают стрекательными клетками. Слово кнедария происходит от греческого слова, обозначающего крапиву – жалющее растение. Внутри филума кнедария есть четыре подтипа. Первый – это антозои, которым принадлежат актинии. Далее идут гидрозоаны, которые представляют собой колонии, образующие студенистыми существами, например, гидроидами. Коробчатые медузы подпадают под новую классификацию кубозойных. То, что большинство людей считает настоящими медузами, попадает в подтип скифозоев. Медузы могут быть очень красивыми благодаря своим движениям и биолюминесценции, а также иметь интересный жизненный цикл. Хотя они кажутся незначительными в больших скоплениях, медузы наносят ущерб экономическому успеху электростанций и рыболовства. Они поедают личинки рыбы и препятствуют восстановлению перелова популяций. Изменения температуры и закисления океана привели к сдвигу в биоразнообразии океана и распределении популяции медуз по всему миру. Но почему так? Существует множество проблем, угрожающих будущему океанов. Более теплые поверхностные воды из-за глобального изменения климата угрожают многим видам животных и растений, которые зависят от более прохладного климата и воды. Глобальное изменение климата поднимает уровень моря, что приведет к затоплению сельскохозяйственных угодий, городов и целых островных государств. Подкисление океана вредит многим видам, которые используют кальций для создания панцирей, например, ракообразным. И пустые океаны, и разрушение среды обитания являются результатом деятельности человека. Например, чрезмерный вылов рыбы не только лишает океан важных видов рыб, но также и некоторые типы снастей, такие как донные тралы, скребут дно океана, нанося ущерб среди обитания других морских организмов. Токсичные химические вещества с фабрики ферм, а также мусор из городов разлагают мировой океан. Однако некоторые из этих изменений откроют некоторые положительные возможности. Многие традиционно изолированные северные города могут стать важными транспортными и рыболовными портами. В Северном Ледовитом океане откроется новый промысел для промысла видов, ранее скрытых морским льдом. Более легкий доступ к арктической нефти принесет деньги северным экономикам и улучшит производительность таких северных портов, как Барроу. И, что самое интересное, новые условия окружающей среды в океане откроют новые возможности для других существ – медуз. При изменении одной экосистемы на ее месте сформируется другая. Медузы предпочитают более теплые воды в результате глобального изменения климата. Медузы широко известны как тараканы океана. Похоже, они процветали миллионы лет без серьезных изменений в строении своего тела. Хотя ученые подсчитали, что медузы цветут каждые 20 лет, массовое цветение медуз вызывает растущий интерес и озабоченность. Закрывая атомные электростанции и нанося ущерб экономике рыболовства, медузы вызывают множество конфликтов, для которых у людей нет четких решений. В условиях меньшей конкуренции за пространство и ресурсы из-за чрезмерного вылова рыбы и разрушения среды обитания медузы смогли цвести до рекордных цифр. Кроме того, закисление океана и токсичные химические вещества, внесенные человеком, вытесняют другие виды, которые контактируют с медузами. Морской мусор, который накапливается в океане, на самом деле помогает замаскировать медузу, но наносит вред таким видам, как кожистая черепаха, которые охотятся на медуз. Но могут быть и положительные аспекты в океане, полным медуз. Исследователи изучали использование медуз разными способами. Ученые обнаружили способность замедлять возраст у одного типа медуз – белка биомаркера, используемого в медицинской диагностике, и белка, который борется с симптомами болезни Альцгеймера. Увеличение численности медуз может стать промышленной возможностью. Новое использование предлагает метод превращения белков медуз в этанол-спирт, а также в углеводы и липиды. Эти компоненты являются основными частями большинства ячеек с небольшими дополнительными процентными долями других элементов, сделав медуз ценным ресурсом новой экономической возможностью. Превращение медуз в топливо может превратить экономический ущерб в экономическую выгоду. Чтобы начать производство этанола для медуз, медузу необходимо очистить в пресной воде, чтобы удалить большую часть соли. Хотя белок превращается в этанол, который можно использовать в качестве топлива для автомобилей или сделать напитком, соль может продаваться как желеобразная соль. Многие люди, вероятно, купят соль медуз дороже, чем обычную соль, просто потому, что она другая. Алкоголь из медуз также можно превратить в напиток. Его изготовление было бы недорогим, и его можно было бы продавать как уникальный продукт. Этанол – потрясающее топливо. Хорошо горит и работает в двигателях большинства автомобилей. Медузы, возможно, могут предоставить экономические возможности за счет сочетания роста цен на топливо, увеличения численности медуз и нового напитка, который может понравиться людям. Из-за экспериментального статуса процесса с использованием дрожжей и бактерий для превращения белка медузы в алкоголь необходимы дополнительные исследования для совершенствования технологии. И этот план следует рассматривать как концепцию на будущее. Даже сейчас в Японии в настоящее время возможна крупномасштабная коммерческая эксплуатация медуз. Чтобы ловить медуз, аквалангисты с помощью воздушного шланга могли бы надувать пузыри в зонтики медуз. Это поднимает их на поверхность. Затем лодка с трюмом для хранения, в котором хранятся медузы, может собрать желе. Также в течение многих лет желе были излюбленным продуктом питания в Китае. В настоящее время продовольственный рынок в Китае недостаточно насыщен высококачественными продуктами из медуз. Если рыбаки Кодиака смогут развивать промысел, правильно обработанный пищевой продукт для медуз может принести 10 долларов за фунт и более. Развивая промысел медузы, некоторые возможности вылова могут быть восстановлены за счет промысла, который был остановлен медузами. Поэтому теория, что мы скоро начнем считать медуз естественной едой, вполне возможна. И это неудивительно, ведь готовить медуз несложно. Чтобы начать процесс приготовления медузы, ее сначала нужно промыть в 3-процентном рассоле. Затем нужно удалить оральные руки и гонады. Их можно сушить, сублимировать и многое другое. А вы готовы есть медуз? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok